Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Камиль Умаров, председатель общественного объединения антикоррупционный народный контроль. Вы уже много лет возглавляете эту организацию, она много лет уже работает. Как вам в сравнении прежней власти, ну, Атамбаевское время, скажем так, потом после него власти и сейчас вот новые власти, коррупция насколько уменьшилась или увеличилась, и как вы их можете оценить? Я хочу вам сказать, что коррупция, с коррупцией даже начал бороться со времен Акаева, только на славах. Вот он сказал, седьмой этаж, дошло до седьмой этажа, коррупция. Потом Бакьев тоже вступал. Ну, и потом Война Атамбаева, не очень так было быстро, прошло время. А Пират Амбаева тоже, он много говорил, и Придженбека тоже, он много говорил о коррупции. Что я хочу сказать? Каждый новый власть когда приходит, да, когда новый власть приходит, какой-то идет маленький шаг вперед, ну, а потом через некоторое время десятки шаг назад становимся. То есть они что делают? Коррупционеры, они привыкают, что ли, думают, что… Адаптируются. Адаптируются, не только адаптируются, они чувствуют безответственность в своих поступках, безответственности. И притом не боятся они. Знаете, почему? Год за годом, почему коррупция становится более сильнее и сильнее. Потому что они свое влияние оказывают на тех органов, которые борются с коррупцией. Особенно, в первую очередь, кто должен остановить коррупцию? Права органов, прокуратура, да? Финполиция, да? А когда сами замешаны в этом, какой может борьба с коррупцией? Как можно бороться? Вот сейчас я хочу сказать, на сегодня, пускай скажут, хоть организация, вот прокуратура любого района, области и республики, да? Хоть они ликвидировали или уменьшили коррупцию в их, вот это, в своих органах нет. Ни одна система, ну, например, скажем, образование, да, министерство образования, они тоже не могут сказать, хоть от районного управления образования, городского, то областное и республика, да, министерство, да? Ни один, не только образование, любое министерство, они тоже не могут сказать, что у них нет коррупции. Но, когда заходишь, все говорят, у нас нет коррупции, мы боремся с коррупцией. Хоть один пример пускай скажет, никто не заговорит. Почему? Это на словах. А у них что? Привыкли, у них ведь большие связи, они уже год за годом знают, с кем как связываться. Раньше, например, они боялись, а прокуратура и правоорганов финполиции. Сейчас они боятся, потому что они их сами к себе... Покрывают. Не только покрывают, крышуют с ними, и вместе с ними работают, понимаете? И поэтому у нас коррупция... Вот, после революции, да, действительно, у нас был такой резкий сдвиг. Сразу мы почувствовали какую-то силу, которую нам дали, чтобы боролись, да? Но потом, постепенно, сейчас, в последнее время, мне очень сообщение поступает, да? Коррупция еще становится еще сильнее. Вот, мне звонят, да, вот снимают. Вот финполиция будет, пускай это прокуратура будет. Они уже больше стали взять деньги, чем... Раньше было в два раза больше, говорят, больше. Что за деньги? Ставки? Ставки. Ага. В два раза больше, вот, стали, вот, что делать. Но они могут договорить. Почему? Кто коррупционер? Это те люди, которые свой бизнес скрывают, налог не платят, они сами виноваты, поэтому они вынуждены давать, они не могут жаловаться, что я взятку даю. Почему? Он сам виноват будет. Да, сам виноват будет. И поэтому у нас так, очень сейчас, нам становится бороться, трудно бороться, причем над этим коррупционером стоит, именно правоохранительные органы и прокуратура. Я могу десятки пример перевести, десятки. И сейчас мы боремся, мы не останавливаемся никогда, и не остановились, и не будем останавливаться. Но мы надеемся, что идет какой-то процвет, что мы можем победить эту коррупцию. Но только при одном условии. Это очистить сотрудников финполиции, которые больше занимаются, сотрудников прокуратуры, которыми они занимаются. У нас на всех это, у нас сейчас, и судебные, урагано-судебные системы, это все. Сейчас вот, насколько нам известно, как судить идет. Сейчас судят, прежде чем судят, у них есть адвокаты. У них с адвокатом договариваются и уже заранее решают все вопросы. Если хорошо платят, обеспечен, положительность. Деньги передаются через адвоката, да? Да, уже через адвокат стал посредником. И даже, что интересно, там адвокаты бывают с одной стороны, и адвокат с другой стороны, да? Что интересно? Так они поступают. Вот и эта сторона получает деньги с другой стороны. Кто больше дает, там идет в пользу, понимаете? Такие примеры у нас много. Поэтому сейчас надо, корень надо изменить реформу. Что у нас, еще хочу сказать. У нас есть дисциплина комиссия Верховного Суда. При Совете Судей, кажется. Да, при Совете Судей есть, да. Он действительно существует. Но там кто члены? Это члены действующие судьи. В основном действующие судьи, которые работают в одном суде, а потом там дисциплина комиссия разбирается. И никогда ничего не решается. Поэтому я хочу официально заявить. Если кто слышит мой голос, да, дисциплина комиссия должен составить из общественности. Члены должны быть общественности. И это должны быть бывшие судьи, которые уже не работают сейчас на пенсии, которые честно работали, бывшие прокуратуры, юристы, да. То есть это люди нейтрально должны быть. И тогда у нас была бы более пассивная. А те судьи, которые являются одновременно действующими судьями и одновременно дисциплина, они договариваются. У нас несколько у меня таких примерей есть. Просто когда я сам подавал, да, просто когда они такое решение, глупое решение делают, да, просто потом кому поджаливаться на дисциплина комиссия? Выше нет уже, уже, понимаете. И поэтому сейчас надо реформу, надо срочно сделать. И при этом не такую реформу сказать, Баланчу сколько лет работал, и давайте его судья выдвигаться. Реформу должен показать, сколько он положительный ряд создавал, сколько у нас жалоб или иначе. А у нас на любой суде есть жалоба. У нас нет такого чистого судьи или чистого прокурора. Я не могу сказать, что я тот. В одно место он объектно поступает, а это в другое место уже не объективно. Уже о чем это говорит? О том, что у нас без ответственности служащих, назорных органов, правоорганов и судебных систем. Вот сегодня мы видели эту женщину, которая с Иссыкуля приехала, да, из Челпанаты. Она говорит, что для того, чтобы просто подать заявление в суд, чтобы судья принял заявление, нужно через адвоката заходить. Адвокат должен это... А он берет деньги за это, немалые деньги, да? Вот как это? Бешкельки тоже такое есть? Вы знаете что? Это люди, которые являются членами антикрупно-народной контроли. Майя. У меня работает. Такие сигналы очень много поступает. Что действительно, если любой человек, если обращается в суде, он должен обычно раньше, как было? Переходит, из кое-зарения пишет, сдает и уходит, да? А сейчас судья не принимает, оказывается. Вот они говорят, чтобы... Или адвокату, пускай адвокат поступает. А он найдет адвокат, пишет заявление, обращает, ну, чтобы иское заявление написать. Они сказали, да, 10 и что. За иское заявление, чтобы написать, у нее 3, 10 и что. Обычно адвокат не менее 500 долларов берет, я знаю. Зачем? За что? За? За... За счету. Да, за защиту, да. Смотря, смотри, какой защита. Если очень сложный, уголовный и так далее, они больше берут. А это про гражданские, вот этот судья, гражданские дела, да? Вот они минимум 500 долларов берут. А как можно, обычные люди, которые не работают, где они могут брать? Как они могут обратиться? И поэтому они большинство не могут... Кто обращается, кто нанимает таких адвокатов? У кого кармана много денег, значит, нечистим путем получившие. Но есть и государственные адвокаты, которые суд может назначить, правильно? Государственные адвокаты бывают, а не те, которые, когда человека поймали, посадили в СИЗО, если у них кредит, дают. Ну, государственные адвокаты, насколько я знаю, это карманы адвокатов. Как они могут засчитать? Они никогда объективно не могут засчитать. Потому что они зависимы от государства. Понимаете? Я сколько примеров знаю, да? Они никогда объективно не могут разрешить вопрос по справедливости. Просто. Ну, они в государстве считаются. Они такие... Лишь бы сказать, что у него есть адвокат. Но это адвокат никакой роли не играет. Вот смотрите, когда Дейенбеков пришел к власти через три месяца, да? В феврале 2018 года он провел большое совещание. И там он очень сильно сказал, что коррумпированы сами органы, которые должны бороться с коррупцией, да? Правоохранительные, судебные и так далее. Но после этого почти каждый год, почти на каждом заседании таком он это повторял. Но реально что-то было сделано, чтобы сократить коррупцию. Поэтому хочу сказать пример. Я не люблю, вот Колоссуна говорит, да? Мы действительно за каждым словом, указом мы следили, да? И руководствовали. Мы всегда обращались. Вот президент так сказал тогда, 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 да? И что вы думаете? Его слова, как ветер исчезал. Его слова тружины, простые люди воспринимали очень серьезно, надеялись. Но правоохранительные органы, судебные органы, прокурату и так далее, да? Они вообще даже во меня не брали, понимаете? Ну, сколько раз я своих заявлений написал, у меня десятки, да? Ну, один такой пример, просто один такой пример. В Кочкорском районе, райбольница, райбольница, работала женщина, 44 года работала уборщицей. Потом вышла на пенсию, 3 тысячи сон она получала. Главный врач, одна 3 тысячи сон человеку, трудно жить, правильно? Она обратилась к главному врачу, может, еще поработаю, плюс, чтобы уборщица. Иду уборщица, чтобы деньги получили для проживания. Он сказал, да, может, только дай мне барана. А эта женщина живет, в перебольнице есть дом, в доме, в перебольнице, там десятки семей живут. И там он говорит, это главный врач, Джумабек Турат, говорит, да, принеси барана. Она говорит, извините, пожалуйста, я, говорит, у меня дом нет, у меня хозяйства нет, у меня только три тысячи сон получают пенсию. Ну, давай три тысячи сон, что за главный врач? Объектам взять министр, объектам знать замминистра, объектам знать правительство, Аблокадзе сам лично сдал, ну, я все написал. Никакой меры. И что вы думаете? Она вынуждена была дать 2,5 тысячи, скажем, 500, сам оставлю, чтобы хоть нахлет, да? 2 тысячи 500, сам отдал ему. Но он места не давал. А потом через год, не удовлетворил, нет, через год она говорит, вы знаете, извините, пожалуйста, я вам дал деньги, мне места не дают. Эй, тогда я тебя выгоню из этого здания, где ты живешь. И он начал давить на нее. И потом, когда она пришла жаловаться, министру заходили, этот Космосбек, это Чопанбай, у него пять заявлений, все доказаны. Этот главный врач, не только он, как главврач, на него давит, он ограбил, ограбил территорию, там более 80 корней карагач, которые имеют диаметр размера 1 метр 10 сантиметров. Он всех вырубил, продал. Кроме этого, три финанских дома, это больница была раньше, да, он всех сносил и увез к себе. Не отпереходовал, все это сам, может, продал. Потому что слышал, что в городе Бишкеку дом строят. Главный врач дом строит в Бишкеке. Понимаете? И тогда мы вынуждены были обратиться к первому секретарю, Акиму, да? Вы знаете, когда ему звонили, он сказал, слушайте, я не хочу слышать это имя Кадыр Куловой. Это женщина 44 года работала, на пенсию вышла, да? И нигде дома нет квартир, нет. Его выгоняют, а он говорит, не хочет слышать, да? Что вы хотите сказать? Министр никакой мир не принимал. А мы, когда написали прокурору, да, генерал-прокурору, а потом областной и районный, да, возбудили уголовное дело три раза. И четвертый раз тоже, да, уголовное дело на этот, за 320-е статья, это мошенничество, это прислуживание положения, да, да? Да. Никакого результата до суда не дошел. И до сих пор. И потом, он подал даже суд, чтобы ее выселить. А она там прожила 20 лет в этом здании, это Кадыр Кула, 20 лет. А этот Джуманбеков Турат его выгоняет, а там же другие семьи живут уже год-полтора года и поселяют. Почему? Вот, пожалуйста, вопрос. А до сих пор он работает. А министерство, там, у них Шадыканов есть, статс-секретарь. Это один из нечестных статс-секретарей. Да. Вот он их крушит. Когда мы подавали заявление, обратились, да, министр дал указания. А Шадыканов вместе, чтобы принять меры, да, он дал доверенность, это, Джуманбеков, чтобы доверенность, чтобы Джуманбеков подал в суд, чтобы выселил из этого здания. Как это? Понятно. Вот, пожалуйста, вот вам коррупция. Мы написали до Абылгазиева. А потом мы узнали, что мы что узнали? В Кочкорском районе существует Кочкор-Кому, такое объединение, да, где там руководит Дюшен Ирсалиев. Там член Абылгазиев, премьер-министр бывший, экс-экс, и сам премьер-министр был, он там член. И все секретари, члены Акимята, Аюлёкмята, которые были же, которые грязным делом занимаются. И поэтому Кочкор-Сумурн такой был. И прокурор, и так далее. Мы об этом все писали. Никакой прокуратуры, там, Нурулай был, да, никакое дело не делал. Он все скрывал и крышовал, да. А потом, когда много расписали, его перевели в московский район прокурором. Как? Он вообще не достоин работать прокурором. А видите, его сюда перевели, от Кочкорского района. Вот, как можно потом бороться, если сами прокурор этим занимается. А я не говорю, что их в милицию, они не считают даже. И с ним, Адам, на него не обращают прокурора. Потом прокурор же, он же надзорный орган. А на таких, как действия главврача, они не обращают имя. Потому что они друзья, они друзья. И так далее. И поэтому движения по этому не было. У него просто слава. И слава остался. И поэтому народ постепенно понял, это пустые слова. Вот мы, наши обращения, сотни людей обращались. Мы все ссылались. Вот, вы говорили так, а они делают по-другому. Никакого движения, никакого движения. Мне кажется, там для этого поюта надо, надо. Аппарат президента вообще, там все работали, все бывшие, видимо, грязные люди. Я не могу, почему они так поступают. Мне кажется, президент то один, я согласен. Аппарат должен работать, руководить, и направлять, и требовать. Но этого нет. Почему? Они подводили. Вазер, Жакши, Хан, Жакши, Дагамбарда, вот, пожалуйста. И здесь точный пример, точный у нас совпал, потому что его никто из аппарата президента, по-моему, не поддерживал. Кроме подхалимства, чтобы получить должность, и что сказать, ой, вы хорошо выступаете, та-та-та. А на самом деле народ же обижен. До этого закон не соблюдался, и коррупция поэтому год за годом увеличивалась. Там даже, там есть, Ирсалева, да, я живу, Хо, Хомнан, это председатель Хомнан, да, Хомнан, да. Его сестра является директором Дом культуры. И вы знаете, что? 25 миллионов получили, выделим бы, 25 миллионов сомов, да, для ремонта Дом культуры. А потом мы направили туда студию, вот это, Джалбрак, сняли, да. Там сотни тысяч сом, сотни тысяч сом даже, ремонт не соответствует, да. А 20 миллионов где? Потому что это сестра председателя Хошкор Хомнан Салиева, пожалуйста. А Былгазов там поддерживал. Поэтому вот у нас, где, когда сами исполнительные органы, правительства, сами АКИМИ, если не борются с коррупцией, как у нас? У нас потом после этого возникает вопрос, нужно ли нам АКИМИ? АКИМИ нам не нужно. Почему? Что они делают? Я хочу сейчас сказать. АКИМИ, статуобработка, статисты, да, не собирает. У кого сколько баранов, как вам, айлёкматы и так далее. А больше ничего нет. Они не имеют права снимать. Айлёкматы, не имеют снимать, назначать, не имеют права. Зачем? Вот у нас сколько районов, ни одинаково нам не нужен. Им не было АКИМИ, вот не знаю. У нас есть, раньше у нас совхозы, колхозы были, да? Понимаете, сколько давали, кормили весь, весь народ Кыргызстана. Они работали. Сейчас в колхозе нет работы, кроме аппарата айлёкматы. Больше, ковро, нет. И у некоторых, они несколько, этот, магазинов. А поэтому, айлёкматы чем занимаются? Продают земельные участки. Против закона. Любая, айлёкматы сейчас, дайте, я вам выявлю, да, сотни нарушений. Миллиарды, миллиарды, которые получили. Понимаете? У меня сейчас данный есть, покажем. А я его там писал. Но результата нет. Почему? Потому что Аким дальше не пускает. Когда Акима говорят, о, нет, там всё порядка. А на самом деле, вокруг города Бесхи смотрят, кто покупает земельные участки? У жителей, да? Депутаты, богатые люди. А потом преподают. Один только пример. В Байтик-совхозе, это Байтик был, я сел в Байтик, да? Там 85 гектарный участок, да, купил за 400 тысяч долларов самаков. Потом он через некоторое время продал на 8 миллионов долларов. Вот, пожалуйста, как хорошо живётся. Это что? И здесь взял, и здесь продал. Прямо. Об этом же написали, уже суд был, консисканцы. Ничего нету, Тайк остался. Понимаете? Вот поэтому я удивляюсь. Когда не соответствует указания правительства, указания дёрганейши, правительства, законности, да? И когда всё наоборот делается, а это все знают, и на это закрывают глаза. Мы это давили до каждого депутата, до министерства, до правительства, до президента. Но результата нет. Поэтому, как мы можем бороться с коррупцией? Мы сейчас можем сейчас показать, на каждого второго, как коррупция, как они наживались. Но видите, наш голос доходит, но на этом остаётся. Никаких мер не принимается. Никаких мер нет. А вот как вы относитесь к тому, что новые власти решили не просто вот кого-то сажать, коррупционера, когда поймали. Пусть лучше он выплатит в казну, ну, хотя бы часть, там, большую часть, или сколько там договорятся, может быть, я не знаю. Потому что если в суде одно, а договорятся о другом, тоже странно. Но вот к самому этому факту, чтобы они выплатили вот то, что по-крысски говорят Кустуру. По-моему, это самый реальный выход, правильный выход. Почему? Да уж я сам, ну, конечно, сады Джапару я бы ещё подсказал вот так. Сейчас всех чиновников, у кого есть, вот выяснит, у кого, без какого-то, сколько домов, выяснит, кто хозяин, да? И потом сказали, например, у кого-то есть дом построить на 300 тысяч долларов, да? Вот я, например, я своему брату написал 300 тысяч долларов дом построить, да, на него написано, да? И просто сказал, откуда я деньги получил? Ну, они, да, так получили. Теперь, раз 300 тысяч денег у него есть, 300 тысяч долларов, да, оттуда уже налог платится. Потом проверит, сколько он налог платил, ни копейки. Это уже нечестный путь. Поэтому надо заставить, 300 тысяч надо, конфискировать и государство надо брать. Правильно делает. Зачем сажать? Пускай то, что воровал, пускай отдает. Не надо там столько отдавать. Полностью должен отдавать то, что он нечестным путем заработал. Поэтому он правильно поступает. Сейчас надо, мы должны так начинать, мы еще будем добавлять потом. И каждый участок земли будем проверять. Айлёк мы тогда, каждый участок, кому выделен, по закону или незаконно. Тогда все выявится. И поэтому правильно делают, чтобы они должны вернуть то, что он нечестным путем сделал. Это очень правильный подход. У нас, оказывается, время осталось только 3-4 минуты. Самое главное, что бы вы сказали, вот коротко, что нужно делать, чтобы сократить коррупцию? Первый ответ я бы сказал. Правоохранительные органы и надзорные органы должны честно работать. Без них коррупция никогда не уменьшится. Это должны они отвечать. На них надо возвращать такую, на какую-то требовать, чтобы они должны головой отвечать. Понимаете? Но без этого коррупция, какой другой орган может остановить коррупцию? Если не прокуратура и не правительство органа, и финпалис. Вот они, это силовые структуры. Без них у нас коррупция никогда не остановится. Во-вторых, они должны переслушаться нам. Мы, народ, мы подаем им. Общественные организации? Общественные организации. Мы подаем им готовые, уже проверенные, подтвержденные коррупционные схемы. Они должны объектно подходить. Если объектно подходить, если их надо требовать за укрывательство, зная укрывательство, они должны отвечать. Но у нас когда было? За укрывательство кто-то отвечал? Нет. В моих примерах уже каждый у второго прокурора можно сажать. Потому что все укрывали. Один такой простой пример. Вот Маевка была. Оливь, да? Айлёк Мэтэ. Около 30 лет. Айлёк Мэтэ был, да? Он миллиарды наворовал. Тысячами земли продавал. На него было открыто 15 уголовных дел за нарушение. 15, ни один не дошло до суда. Во всем виновата прокуратура. Зная, сами скрывали, что мне там ладь, чем он давал. Прокуратура за ним бегает. Вот до чего он даже, он богатый. Он сейчас что делал? Ингушет убежал. Он же ингушин был, да? Убежал, убежал. Никто же перепас не давал. Все оставил, убежал. А на него 15 возбуждает уголовное дело. Что можно сказать? Кто виноват? Почему районная прокуратура, областная, генеральная прокуратура, которая знает об этом, да, по-фаминам могу сказать. Почему они это не задержали? Почему это они, зная, дали запустили? И поэтому у нас бороться только через правительные и надзорные органы. Без этого у нас не остановишься коррупции. У нас и время подошло к концу. Спасибо вам большое. У нас был в гостях Камиль Умаров, председатель общественного объединения антикоррупционный народный контроль. Спасибо вам большое. До свидания.